Здоровье жителей Одесской области – одно из приоритетных направлений в работе областного руководства. И несмотря на то, что проблем в сфере здравоохранения не счесть, в нашем регионе первые шаги к эффективной медицине уже сделаны. Так, благодаря программе губернатора Одесской области «Народный медосмотр», почти 600 тысяч жителей области в 2012 году прошли медицинское обследование. В результате диспансеризации десятки тысяч людей вовремя получили информацию о своих заболеваниях, а тысячам была спасена жизнь. Было приобретено новое медицинское оборудование на небывалую сумму – 107 миллионов гривен. Отремонтированы 82 ФАПа, амбулаторий и больниц, а 3,5 тысячи сельских медработников получают надбавки к зарплатам. Но на этом изменения в сфере медицины не заканчиваются. По инициативе губернатора области Эдуарда Матвейчука в этом году проверит состояние здоровья школьников. А в Одессе будет создан современный центр экстренной помощи. У нас будет 27 подстанций и 52 пункта временного базирования, временного и постоянного базирования. На базе центра организуют единый диспетчерский пункт, который будет руководить оптимальным движением машин скорой помощи. Во всех машинах будут GPS-навигаторы, а медработники обеспечены всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. В Одессе работает 60 машин скорой помощи, которые имеют GPS-установку. И в Одессе уже, когда машина едет, видно оператору, куда она едет, который сидит на телефон, где она находится. В случае звонка, диспетчерская звонит ближайшую машину, которая находится возле дома, и говорит, куда ей надо поехать. Хотелось бы сказать, что в Одессе уменьшилось время доезда значительно, поскольку видно, где находятся машины, водители не вытворяют, что они хотят с фельдшерами, они постоянно под контролем. То, что на компьютере они сразу видны на мониторе, где машина, и где они ездят, даже как они двигаются, на каком перекусе, перерывке. Мы можем ближайшую машину послать, имея связь к тому больному, который необходимо оказать помощь. Вот такая будет сделана по всей Одессе и по Украине. Но и на этом изменения не заканчиваются. Напомним, на территории Белгорода Днестровского и района формируется единое медицинское пространство, для того, чтобы исключить число дублирующих служб и отделений в городской районной больницах. Происходило дублирование. Хирургия была и в районной больнице, хирургия была и в городе. Детское отделение было там, и детское отделение было там. Травматолога была в городе, травматолога таких около 67 отделений, которые дублировали друг друга. Это не улучшало оказание медицинской помощи, это раздрабливало силы, и никто не говорит, что у нас настолько много хороших врачей, специалистов и столько стресс, что мы могли дублировать функции. Благодаря такому подходу появится возможность улучшить качество оказания медицинских услуг населению. При этом сокращения медперсонала в больницах не будет. Вся работа, которая проводится, имеет только одну направленность и одно желание – улучшить оказания медицинской помощи. Улучшить, не тратить деньги напрасно на свет, на газ лишний, на другие необходимости, а деньги, которые и высвободятся, надо направить на увеличение медикаментозного обеспечения, увеличение питания в больницах, а также приобретение нового медицинского оборудования, без которого в сегодняшнее время просто не задвигаться. Такие реформы назрели уже давно, они нужны людям, и, наконец, они могут осуществиться.